Эта болезнь не проявляет себя на ранних стадиях при появлении явных признаков. Она может вовсю развиваться, а при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуемый летальный исход. Речь идет о туберкулезе, день борьбы с которым отмечается сегодня. Как передается палочка Коха, что врачи настоятельно рекомендуют, расскажет Алла Качиева. Она встретилась сегодня с главным врачом, короче, черкесского, противотуберкулезного диспансера Смаилом Байрамуковым. Утром встал больной, позавтракал, он здоровый, у него все хорошо, у него все прекрасно. Он пошел на работу. В обед, после обеда домой приходит, он уже уставший, разбитый, не обращает на это внимания, считает, что это просто работы много было, устал только поэтому и все. А на самом деле, значит, у него уже протекает болезнь. Ночью он потеет. Если бы он ночью померил, вечером померил бы температуру, то температура была бы 37-1, 37-2, такая субфеврильная температура. У него потом постепенно снижается аппетит, он начинает худеть, у него появляется кашель. Ну и самые грозные симптомы – кровохарка неядышка. Человек месяцами может не знать, что заразился и болеет. Туберкулез – инфекционное заболевание, в результате чего поражаются легкие. Реже – костная ткань, суставы, кожа, мочеполовые органы, глаза. Передаются микобактерии в основном воздушно-капельным путем. Но есть и вероятность заразиться через вещи больного, через пищу, то есть молоко больного животного, яйца. Если человек, испытывая частые переохлаждения, живет в сыром, плохо отапливаемом помещении, также велика вероятность распространения болезни. На учете у нас вообще по республике 2365 человек. Из них с активными формами туберкулеза 536. Из них выделяющих микобактерии туберкулеза, то есть с открытой формой, 111 человек. Да, цифра внушительная. 2020 год также внес свои коррективы. И, соответственно, возникает вопрос, как протекает болезнь при заражении коронавирусной инфекцией. Две инфекции, которые усиливают друг друга, и больной тяжело переносит как коронавирусную инфекцию, так и туберкулез. Тяжело лечиться больному коронавирусной инфекцией, которая состояла у нас на учете. А еще, добавляет Смейл Хамзатович, переболевшие COVID-19 имеют повышенный риск развития туберкулеза. Ведь после перенесенной коронавирусной инфекции у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. В этой связи врач настоятельно рекомендует ежегодно проходить медицинское флюоробследование, вести здоровый образ жизни, быть физически активными. А лучшей профилактикой есть и остается прививка БЦЖ для новорожденных, а в дальнейшем и ежегодное проведение реакции МАНТУ. При обнаружении симптомов, не откладывая, нужно обратиться в медицинское учреждение. Жителям Карачао-Черкесии я бы сказал, вы знаете, любите себя в первую очередь, любите себя. Не забывайте, что вы живой организм и вам надо регулярно за собой следить, обследоваться регулярно. Если вы будете живые и здоровые, то все ваше окружение, ваши самые близкие, дорогие, тоже будут живые и здоровые. Я вас люблю, я вам хочу всем пожелать здоровья и будьте счастливы. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия.